Кстати, Брайан, я тебе сейчас предлагаю сделать кое-что ещё. Ты должен в сентябре, 20-го числа, отправиться... Я точно не помню, где она конкретно находится. Допустим, это будет Калифорния или Колорадо. И поучаствовать в рейде на Зону 51. Чтобы ты стал первым русским, кто увидел инопланетянина в Зоне 51. Всем привет, с вами канал Белоса ТВ. И вот я, ребят, как и обещал, сделал, если этот ролик уже вышел, значит я уже сделал отдельную реакцию от вот этих вот предыдущих реакций. Новый ролик от Брайана Мапса, который вышел перед короткометражкой. Которая, кстати, напомню, выйдет 23 июля. То есть на следующей неделе, во вторник. А на её реакцию я сделаю только к выходным. Поскольку, как я говорил в своём ролике объявлений, опять же напомню, я работаю месяц. Пять дней в неделю. Делаю себя старше, чтобы YouTube открыл мне комментарии. Он в очередной раз, кстати, закрыл. Название как бы нам намекает то, что Брайан Мапс тоже скачал у себя на смартфоне приложение FaceApp, который делает людей старше. Плюс ещё, кстати, он может делать голливудские улыбки, очки напяливать и может сделать из себя чернокожего. Но там надо качать премиум-версию, то есть платить деньги. Так что вот. Будь с тобой. Давай ещё раз. Спасибо. You're really nice. А you know? I know. Что у меня теперь есть мерч? У тебя есть мерч? Я уже вижу себя. Ты же начинаешь продавать? Топ-10 провалившихся рекламных компаний. Но это не шутка, ребят. Теперь у меня есть свой собственный мерч. Худи, you know? Худи с Джеральдом. Три футболки с Джеральдом. Одна из которых имеет вот такую вот особенность. Все это вы сможете найти на моем официальном мерч-сайте, который открывается уже завтра, 20-го числа. И, соответственно, с того, что так же начинается 20-го числа. Кстати, кто пойдет на ВК-фест 20-го, 21-го июля. Меня там, кстати, скорее всего не будет, сразу говорю. Хотя, может, и буду, не знаю. Тот сможет купить там мой мерч, он будет продаваться в отдельной лавке. Так что вы сможете его найти там. Если честно, ребят, я сам хотел пойти на ВК-фест, но... Так как у меня нет денег, и плюс еще два дня ехать на... И плюс еще два дня ехать на пласткарте мне не хочется, то... Сорян. И купите раньше всех. Так что вот такие новости. Надеюсь, вам понравятся дизайны, которые вы придумали. Я хотел вообще пересесть на самолет. И те, кто хочет меня поддержать, завтра, вы сможете это сделать на моем сайте. Но пока вам не стало скучно, и вы не выключили на скотовиды, есть еще один анонс. Но не факт. 23-го числа, 23-го июля, вторник, выходит мой короткометражный фильм «Последняя кнопка». Вот этот вот самый трейлер, тизер-трейлер, он был в Инстаграме. Вот этот вот самый трейлер, он был в Инстаграме. Мы очень долго над ней работали, и вот она выходит уже через несколько дней. А точное время, когда она выйдет, я скажу чуть позже. И точное время уже известно. Это будет в 15.00 по московскому времени. В моем же случае, это в 5.00 вечера. Теперь я смогу скрывать свою грязную голову этим прекрасным розовым капюшалом. Но я в любом случае не успею. Как вы поняли по названию этого видео сегодня? То есть, вот конкретно эту реакцию на последнюю кнопку я перенесу на выходные. Я буду делать себя старше. На сердце. Может быть, хватит говорить такими паузами. А то ты выглядишь как дебил. Да, ладно. Сегодня буду делать из себя старика. А все знаете почему? Знаете, знаете? Да нигде на вы не знаете. Хотя нет, вы знаете. Ну да, вы знаете. Все потому, что YouTube до сих пор мне не открыл комментарии. И по сути, через несколько дней я буду выкладывать фильм. И скорее всего, комментарии на нем там будут закрыты. Чтобы этого не произошло, в этом видео я докажу YouTube, что мне есть 80. И что мне незачем закрывать комментарии, так как это последнее видео. То есть, так скажем, опровергнуть теорию о том, что YouTube закрыл комментарии, потому что babyface. Что это было? С моей жестикуляцией мне бы только рэп читать. Так как это последнее видео перед моей короткометражкой. Надеюсь, YouTube обратит внимание и разблокирует мне комментарии. Вряд ли. Старые добрые аквагрим краски. С помощью них я... YouTube сейчас обращает внимание только на тех, кто обучит тебя в разы. А именно... Таких как... Ну, не важно. Сами посмотрите, если вам интересно. Именно, PewDiePie. Что вам, я буду спойлерить, что ли, здесь? А что вам тут? Поганый спойлер, что ли? Нет, конечно. Ну что ж, я предлагаю начать, но перед этим я переоденусь, потому что я не хочу заговнять свою новую мерчковку, которую вы сможете купить по ссылке в описании. Проблема в том, что то самое зеркальце, в которое я обычно смотрел при перевоплощениях, я оставил его у мамы. А здесь у меня нет никаких зеркал. Поэтому, чтобы видеть, что я делаю со своим лицом, я буду использовать камеру от ноутбука. Веб-камеру от ноутбука. Факинь джиньус. Вообще. В общем, давайте начинать. Но проблема в том, что я не знаю, с чего начинать. Бой здоров. Почему я чихаю? Давайте погуглим. Вот поэтому. Как выглядят старые люди. Окей, я примерно понял. Фейсап. Для этого качай фейсап. Да. Что с моим голосом не так? Качай фейсап. Ломается первый раз в моей жизни. Дурашка, качай фейсап. Давайте попробуем сделать морщины. Что с моим голосом? Давайте попробуем. Сделай фейсап, дурак. Возьму, наверное, вот этот телесный цвет. Это было не обязательно делать. Нет, не его. Очень много морщин под глазами я вижу. Не у себя, слава богу, пока что. На этой фотографии, которую я открыл. Поэтому давайте попробуем сделать морщины под глазами. Чувак, мне кажется, ты таким образом YouTube не обманешь. Там она вот так вот. YouTube тебе не поверит. Все равно, даже будучи стариком, выглядишь как babyface. Вообще, как бы морщина черная. Но если я сейчас возьму гребанный черный цвет, вы знаете, что будет. Да. Дерьмо. И просто идет, потому что для морщин нужно было брать самую тонкую кисточку. Вот как мне теперь это... В следующий раз сделай, пожалуйста, себе макияж, но сделай готов. Морщины вообще еле-еле... Ты уже делал эму. То есть вот так вот линия утонченная должна проходить вот так вот. Заканчивается немножко здесь. И тем самым не выдавая данный цветовой промежуточный диапазон. Используй face up. Это намного проще. Что я сейчас сказал? Наверное, что-то умное. Я не уверена. Да, это умное. Смотрите, вот еще морщины идут возле носа. Вот такие вот глубокие, такие прям... Нет, пока ты не выглядишь как старика. А ты пока выглядишь как чумазик. О, дурак! Может быть, с морщинами на лбу будет немножко попроще. И пока я их рисую, давайте немножко поговорим о поддержке YouTube. Поддержка YouTube, она прекрасна. Она помогает блогерам. Она быстро отвечает на сообщения. И она открыла мне комментарии. На самом деле нет. Но вся эта херня, видимо, произошла в параллельной вселенной. Потому что в этой вселенной поддержка YouTube забила на меня огромный хуй. Параллельной вселенной, не кажется, не существует в YouTube в принципе. Но при этом что-то есть. О, ко мне пришла идея. Давайте в конце этого видео мы сравним мой итоговый образ. И потом я просканирую свое лицо через вот это вот приложение, через которое сейчас все, кому не лень, застаривают себя. Я еще ни разу, кстати, это не... Кстати, Брайан, я тебе сейчас предлагаю сделать кое-что еще. Ты должен в сентябре, 20-го числа, отправиться... Я точно не помню, где она конкретно находится. Допустим, это будет Калифорния или Колорадо. И поучаствовать в рейде на зону 51. Чтобы ты стал первым русским, кто увидел инопланетянина в зоне 51. Не делал. Вот поэтому мне интересно посмотреть и узнать, что сделает меня старым более реалистично. Хотя, если честно, ребят, я не думаю, что в зоне 51 будут инопланетяне. Максимум, что будет обыкновенная база. Брао! Мой чудесный профессиональный грим. Либо какое-то там приложение, которое работает с помощью каких-то там алгоритмов. Которое каким-то образом меня там состарит. Короче, неважно. Ну что, теперь самое интересное. Мы будем делать меня седым. И нет, мы не будем поступать каким-нибудь там... Пусси способом. Я не буду надевать какой-нибудь там белый седой парик. Нет. Но. Нет. Мой способ заключается в том, что я высыпаю на свою голову пакет муки. Я уверен, что это получится намного реалистичнее, чем если бы я надел парик. Увы, нет. Насыпать на голову муку это нереалистично. Ты от муки седым не станешь, чувак. Может быть, и слава богу. Тебе реально нужен парик. Максимум, это будет похоже на перхоть. Это будет похоже на перхоть. Получается, посмотрите на мою волну. Нет. Нет, это похоже на перхоть. Это не похоже на старость. К парикмахеру Бройну. Ничего кроме как Бройна и фантазийный смех. У тебя не получается быть седым чувак. Вот записывайтесь. Посмотрите на это натуральную седу. Сорян, чувак, ребят. Я человек критичный. Но это не похоже на седовласость. А, весь кран в муке. А, вся шея в муке. Да, конечно, это похоже на перхоть. Смотрите, что получается. Это похоже на перхоть, которая оседала у тебя лет 20-30. Это похоже на ваши ночные кошмары после этого видео. Да ибо у тебя ночные кошмары. Ты можешь спать, было в ванне. А еще извиняюсь за это ужасное пение. Из-за которого, наверное, я тоже буду... Потому что мы знаем, что ты не умеешь петь. О! Посмотрите. Нет, не похож. Не похож. Это не старость, это пехать. Я старик? Нет. Ты еще школьник! Сука! Это я тебе просто аплодировал за то, что у меня получилась такая офигенная седина. Это перхоть, которая оседает 20 лет. Я целую ночь нюхал кокаин. Мое лицо теперь выглядит бледным. Что, собственно, нам добавляет в копилку баллов. Баллов... По старости. Нет, не баллов. Оно делает это то, что мне неугодим, так скажем. Плюс к старости, вот. Дело в том, что плохо, что если получится что-то хорошо, то это хорошо выглядело бы хорошо на фоне того, что было плохо. Золотой фотоцитат. Да? Нет? Можете не аплодировать. Сука. Ладно. Вау. Вау. Представьте, через 70 лет. Нет, не похож. Я все-таки рискну и покрашу брови в белые. Они просто будут белыми, а не седыми. Нет. Короче, я не знаю, что делать мне с этими бровями. Они не становятся седыми. Может быть, чуть-чуть. Так не делай. Этих перевоплощений. Старые... У старых не обязательно все седое. Старые могут быть, знаешь ли, из коричневой бороды. Думаю, вы знаете, что на снятие короткометражного фильма требуется довольно-таки большой бюджет. И поэтому данное видео спонсировано напитком МИО. Я уже перепробовал почти все лимонады, но недавно... Пробовал МИО. Мне не понравилось, честно. Это что-то типа лимонадного милкшейка. Никогда не думал, что сочетание молока и лимонада может быть таким офигенным. Неа, не офигенным. Я пробовал... Я пробовал, мне было вкусно. МИО, спасибо. Очень вкусно. Если честно, я не помню, то ли это была клубника, то ли это малина была. Я не помню, какой вкус. Но мне он не понравился. Кстати, загрузив игру МИО на свой смартфон, ссылку я оставлю в описании, можно выполнять различные задания, ловить пришельцев и выигрывать крутые призы. Короче, МИО ГОУ. Как покемон ГОУ, только МИО. А самым главным призом является iPhone XS. Фак, е! И специально для вас... Или какая-то Minecraft F. Новые игроки получат под 50 миофруктов. И это даст вам больше шансов выиграть новый iPhone. Да. Так что всем, кому интересно, подробности оставляю в описании. Но это... Короче говоря, Брайан впервые рекламирует что-то. Вот серьезно. Это первый случай, когда... В роликах Брайана есть реклама. Первый раз. Серьезно. Это тоже не все. Потому что я был в магазине и купил кое-какую подходящую одежду к своему образу. Давайте взглянем на это. В общем, вот такие вот прекрасные кроксы. Нет, 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 стоп. Это вам не бьюти-блог. Мне уже 70 лет. Это рубрика... Расход на 3. В общем-то, купил вот такие вот кроксы. М-да. Далее. Вот такая вот... О, спина! Я думаю, на рыбалочку в ней буду ходить. Вот. А почему хэви-метал на фоне? Почему не музыка, а кантри? Качественно. Это будет подкатер. Это вообще, мне кажется. Это вот такая вот сия. Очка. Нет, тебе нужно, знаешь? Вот такие вот штаны с вот этими вот заклепками. Вот такие вот. Чтобы реально быть похожим на фермера. И плюс еще во рту держать этот колос. Слушайте, смотрите, как я его вижу красиво. У меня любка садится. Злак, 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 злак. Вот такие бидоны. Она меня увидит, она упадет, я вам говорю. Я говорю, упадет. Чувак, тебе реально не хватает бороды. Ты не похож на старика. Не, не похож. Что происходит? Почему тебя видел? Собственно, вот такой вот образ у меня получился. А теперь давайте посмотрим, как меня состарит фейсап. Поехали. Вот эту фотку. Гоу. Вообще не изменился. Ты аж похож на Харисона Форта, серьезно, чувак. Ну, знаете, мне мой пожилой как-то больше нравится. Реально Харисон Форта, слышишь? Он более... Он намного лучше, блин, чем это дерьмо. Согласен. Это слишком стрёмно. А попробуй сейчас вот сфоткать себя вот в таком макияже и составь себя, ну-ка. Напишите в комментариях, если, конечно же, они открыты. Какой образ у меня... Конечно же, они закрыты, чувак. ...вот приложение, либо тот, который сделаю я. Ну, вы знаете. Ну, поняли. Ну, что ж, ребятки, надеюсь, вам понравилось это перевоплощение. Не забывайте, что 23-го числа, вторник, 15.00, выход моего короткометражного фильма «Последняя кнопка». А реакция будет, в свою очередь, на выходных. Ну, а с вами был, как всегда, я, старин Абрайан. Всем хорошей пенсии. Пока. Чувак, лучше бы ты про пенсию молчал, потому что сейчас ситуация с пенсией, она прям вообще вот... из ряда вон выходящая. Поэтому, чувак, лучше про пенсию молчи. Вот прям советую. Вот и все, ребят. Спасибо, что на этом стояли. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте, нажимайте на колокольчик, допустим, на совете. Ссылка вам в описании. Всем удачи. Всем пока. Ссылка на оригинальный ролик, также оставлю в описании. И ссылка... На мое объявление, наверное, тоже оставлю в описании. Я подумаю еще. Пока.